юзер слава спасибо за ваши уроки удивительно сочной работы спасибо вам что смотрите уроки и работы я знаю что вам не нравится акрил но все же можно ли его совместить с темперой ну чё ж нельзя водные же краски просто мне не нравится как он он очень быстро сохнет акрил и покрывается пленкой на палитре пока там что-то замесил уже раз замешиваешь уже все невозможно расшевелить эту краску и потом дело даже не в этом есть наверняка какие-то размягчитель и загустители которые позволяют долго не засыхать вот краски акриловые на палитре дело не в этом написал смотришь через зеленая полчаса то что было светлым белым бум провалилась в темноту какую-то вот это вот непредсказуемость вернее очень даже предсказуемость изменение цвета вот это мне не нравится от темперы в этом смысле вот как ты положил так она и есть профессиональная современная ну работать удобно матовая купил себе палитру такую которая не вакуумная но с твердой крышечкой с резиночкой с резиновой прослойкой но прокладкой и не пускает воздух внутри внутрь и очень хорошо сохраняется опять дам юзер скажите пожалуйста в портретах обязательно добиваться похожести или тот факт что человек знает что я рисовал именно его и он тем самым уж похож на себя можно отмазываться фразы я так вижу но модель я не посмотрите он прям так видел более того видел так что даже глаз не рисовал просто бум пустые такие глазницы он сказал что когда по моему так поправьте мне если это не правда когда я узнаю природу женщины то нарисую глаза ну когда-то он видимо ну знал глаза то появились то есть конечно это образ это что-то такое невероятно значимое для художника когда он пишет образ это больше чем просто портрет похожий а вот мне варвара прислала вернее ответ я увидел гетта говорил что если художник точно воспроизведел воспроизвел живого пуделя эту пудель живую надо радоваться не рождению нового произведения искусства а новую в новой пудели нужно радоваться новые собаки никто-нибудь а сам гетта говорил представляете какое отношение к искусству а посмотрите портреты не так давно почивший ворона буха пальцами писал ну там далеко не всегда даже близко не узнаешь что там схожесть какая-то да но через него идет поток энергии который заставляет его подчинившись вот плыть на этой волне до заниматься искусством она выше больше глубже чем просто фотографическая схожесть но вот так если с другой стороны если вы умеете рисовать ну чё ж не добиться сходства просто времени побольше потратить постоянно уточняйте чуть-чуть там все эти расстояния туда-сюда ну и пусть будет и сходство заказ например вам заказали портрет человек который которому надо сходство ну сделайте хорошее письмо опять от юзера ну друзья если потратите минуту времени ну две можно исправить все эти юзеры на человеческие имена ну посмотрите мне не доверяйте как сделать я уже сотню раз показывал но не сотню раза три в ютюбе наберите как исправить псевдоним прям слово такое в ютюбе наберите как заменить свой псевдоним на человеческий вам все объяснят ну может вам нравится джи ай будем называть вас здравствуйте вячеслав и все ваши подписчики здрасте джи ай хочу поделиться своей маленькой радостью победой во первых я впервые за 15 лет вышла на этюды ту-ду-ду-ду-ду-ду а во-вторых в процессе сделала то до чего долго не могла дойти ушла от детализации и первый этюд акварель мучила полчаса ну что значит мучила старательно все вырисовывая осталась недовольна потом устала стоять на на стульчики садится стульчик с собой купите стульчик на каком-нибудь вал берез только не покупать так он у меня сломался я его в общем оставил в одном месте потом устала стоять разочаровалась своих способностях психанула месила и в течение 10 минут сделано 3 тюдого а некоторые прям садятся на землю если не на чем сеть несколько мазков минималистично лаконично и осталось довольно вот поздравим джи ай девушку в процессе воспоминала ваши слова незаменимости писать с натуры и почувствовал это на практике ну конечно же благодарю ваши видео они дарят оптимизм и веру себя в себя ну вот видите вот прям мне захотелось вам поделиться со всеми за 15 лет впервые вышла психанула и получилось психанула вот это ключевое слово вообще это же выход из шаблонов типа ах ты падла ну блин держи сейчас я тебе дам и бах бах большими массами то есть через психоз мы начинаем видеть не не внедряться вот какие-то там мелочи там где тапки поставил почему и сразу развод да а ты вроде бы поставил человек поставил там где ему удобно ну и что что я хожу я же могу обойтись спотыкаюсь ну значит если я могу обойти и буду обходить день два три четыре год значит проблема то решена то есть широкое видение позволяет мне писать на психозе широко вообще широко это это ключ к живописи к настоящей потому что в детали конечно уйти очень легко начать просеивать муку разглядывать там вот этих жучков ну что там раз она там заварилась замусилась и все пойдет в соус vld records скажите слова что значит писать легко это когда работа пишется легко и чувствуется легко или то и другое одновременно но вот как по навигатору легко же ехать смотришь прям зелененькая дорога даже не знаешь это впервые здесь в этом месте а по карте раньше помните как раскрывали ты останавливаешься открываешь карту смотришь маршрут куда где-то вообще это очень на судах так плавали специально в самолете же был штурман у него даже специальное кресло я один раз долго самолет задерживали и я поправить раньше когда еще не не проверяли все было нормально но и типа как их через рамки кабина открыта у пилотов и я зашел еще тогда учился строгановки я говорю вот я вот дизайнер будущий а можно посмотреть как у вас тут все устроено вообще это был як 40 или два что ли они как начали на перебой всего тут там трое было что ли человек дизайнеры блин на проектировать так что штурману сидеть негде как-то не гнидет у него кресло смотрите вот там где вы стоите в проеме двери лавка вот такая буду импс и он на лавке значит сидит то есть между между дверью между ними пилотами двумя ну и понеслась там все это все очень крайне неудобно и вообще я понял что на як-40 или 42 летать нельзя вопреки всему они говорят мы летаем просто вопреки всем неудобствам которые случились ну так вот штурман был на лавке сидел он указывал дорогу на карте чертил куда мы летим по звездам что ли не ориентировались но не было gps каждый мазок каждое движение кисти происходит из понимания что такое живопись они нет как бы карты вот как может неудачный пример с с этой самой ну с навигатором да но ты понимаешь куда куда бы ты не пошел куда бы ты не поехал это путь туда куда надо ошибок нет просто есть разные решения разное развитие композиции которые ты сочиняешь фактически каждое движение это и есть вот часть композиции который происходит в момент твоего касания самая важная вещь это понимание как устроена живопись об этом собственно в моих уроках пожалуйста заходите на сайт тем более сейчас скидка в 55 процентов еще раз напомню на портреты легко и воспринимается живопись которая может быть и пишется очень трудно и долго но не случайно это известная фраза фешина николая он сказал что если бы картины имели запах то вы бы почувствовали запах пота то есть это громадный труд чтобы достичь такой легкости восприятия у зрителя а и 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